Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая, наконец-то мы пережили эту морозную ночь. Представляете, я утром вышла, в 7 утра было минус 4, вот здесь было все в инии. Бело им-бело, земля такая, ну как бывает, что искрится и ним. Прошлась по теплицам, никакого ущерба нет, все пережили нормально. И в той теплице, где инфракрасный обогреватель работает, и в той теплице, где печка на опилках была затоплена, и вот здесь, в придомовой, где ветродуйка, ничего не замерзло. Не замерзло даже вот в этой теплице, где у меня незакрытые томаты, прямым посевом в грунт, томаты малыши. Они все такие синенькие стоят, но тоже не замерзли. И там лотки у меня еще стоят. Тоннели не открывала, я про них даже не расстраиваюсь, я знаю, что там все у них нормально. Видите, как надышали бедные детки, весь вспотело там все. Я даже не открываю, сейчас солнце маленько там нагреет, тогда открою. Вот это была самая последняя морозная ночь с таким низким минусом. Сегодня будет ночью минус один, завтра ночью будет ноль. И через два дня, свобода негритятам, будет плюсовая температура ночью плюс восемь, плюс девять. Это благодать, будем вот это все высаживать. И что хочу с вами поделиться, чем в этом году странно, но все прогнозы синоптиков, все оправдались. И вспомните, я вам говорила, к нам идет похолодание, оно пришло. Потом я вам говорила, к нам идет жара, оно пришло. И все, что я смотрела в интернете, то ли они научились погоду предугадывать, как там, наверное, машины рассчитывают все-таки. Там написано, что рассчитано по какой-то системе. И вот все, что мы ожидали, мы все это получили. Это значит, что то потепление, которое ожидается вот на первую половину мая, оно, наверное, все-таки сбудется. И будет даже 26, у нас 25 ночные, 10, 12 и 14. Это значит, что мы все-все-все будем высаживать. Сейчас днем немножко будет потеплее, я выйду и расскажу тем, кто не знает, ну, кто, может быть, только начал, что мы будем делать в мае, наши планы, что нужно сеять. А, короче, в мае сеять мы уже будем все, и морковку, и свеклу, и все зелень, кто не сеял, и укропы, петрушку, и салаты. И высаживать под пленочку будем, и, короче, все это перечислю. Но в мае мы уже, скорее всего, все посеют и посадят все, что мы планировали, потому что в июне, но в июне только высадка рассады, там, томаты, перцы и баклажаны в открытый грунт. А насчет посевов в мае мы, наверное, закончить должны уже все и все. Все, до свидания. Сегодня будет много-много видео, потому что много пришло вопросов про высадку в теплице, про схему посадок, про все-все-все. Все, до свидания. Всем такой же хорошей ясной погоды, как у нас.